Увеличение оплаты труда, изменение налога на имущество физлиц, пассажирские перевозки и многое другое. В Челнах прошло 35-е заседание городского совета. На нем было рассмотрено 14 вопросов. На какие цели будут распределены денежные средства, подробности узнала Лилия Гатина. В ходе заседания городского совета начальник управления финансов Светлана Муляхова предложила депутатам согласовать увеличение заработных плат в муниципальной сфере. Так, изменения касаются работников муниципальных учреждений культуры по делам молодежи, работников муниципальных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, работников муниципальных образовательных организаций, а также Центра развития спорта и Центра психолога-медика социального сопровождения номер 85. Увеличение заработной платы специалистов учреждений культуры с высшим образованием составит 16,6%, со среднепрофессиональным образованием 33,5%. Заработная плата руководителей повысится от 10 до 16%. По словам мэра Горда, это абсолютно своевременное и правильное решение. Принято решение о повышении заработной платы. Если бы этого не было, мы бы скоро без работников остались. Понятно, преданность профессии, понятна любовь к культуре, к искусству, призвание. Все это тоже понятно. Но как жить на 29 тысяч или на 3-4 тысячи до повышения? Кроме того, в набережных Челнах с 2025 года повысят ставки для физических лиц, которые владеют административно-деловыми и торговыми центрами площадью от 1 до 2 тысяч квадратных метров. С 0,5% на 1,2% в 2025 году, на 1,5% в 2026 году, 1,8% в 2027 году, 2% в 2028 году и последующие годы. Как стало известно, во время заседания городского совета в набережных Челнах внесут изменения в правила благоустройства. Их огласят на публичное услышание 16 сентября. Коллеги, есть вопросы. Ежегодно мы это делаем в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации. Поэтому нового в этом тоже ничего нет. Это будет местным законом, по которому будут жить и работать наши промышленные предприятия, организации, учреждения. Это касается рекреационных зон, это касается правила перевозки сыпучих инертных материалов и так далее. Без внимания не оставили тему пассажирских перевозок. Так, мэр города затронул тему строительства автобусного парка. Наиль Макдеев обозначил, что в автопарк планируется везти порядка 250-260 автобусов большой вместимости. Также мэр подчеркнул, что нужно исследовать маршруты с учетом новых районов города и не рассчитывать справляться от ними лишь автобусами. Проекты трамвайных линий находятся сейчас на рассмотрении. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Новости, Набережная Челны.